Роберт Шекли. Робот Кихот. Мигелю де Сервантесу Сааведре было 24, когда он лишился левой руки в сражении при Лепанта. А Роберт Шекли в 24-летнем возрасте опубликовал эту новеллу в журнале FNDSF. Может и мало общего у этих писателей на первый взгляд, но в своем крайне негативном отношении к бесчувственному миру они верные союзники. По лесу ехал Дон Кихот. Его Росинант жаловался на свои лошадиные беды. Весь этот долгий день хозяин погонял его без малейшей жалости. И хотя конь был таким же механизмом, как всадник, у механизмов тоже бывают свои слабости. Кое-где между лежащими внахлёст пластинами, что служили Росинанту шкурой, протекало масло. Там и тут ослабли крепления. Дон Кихот был долговяз и очень худ и состоял из различных блестящих металлов. Красной меди, желтой латуни и тому подобного. Из уныло-серого сплава, наподобие Пьютера, ему сделали человекоподобную голову с вытянутой физиономией меланхолика. Под носом торчали два чёрных прутка. Антенны, конечно. Но как же здорово они смахивали на усы. Само собой, оснастили его и радиолокационным индикатором, замаскированным под бороду эспаньолку. В том, что это робот, не было ничего странного. Мир теперь изобиловал роботами. И среди них хватало вольных, разумных и решительных. Странным было то, что голову свою, увенчанную шлемом и со сияющей латуни, он нёс подмышкой. Несколько часов назад великан Макадам, кочевавший под видом дорожного строителя, коварным ударом заляпанного битумом копья, поразил Кихота точнёхонько в лоб, чего не выдержал болтик, которым голова сзади крепилась к шее. А когда слетел болтик, слетела и голова. Однако хладнокровие у Кихота нисколько не убыло. Рыцарь подхватил голову, отбросил копьё, выдернул меч из ножен и устремился на врага. И поверг в пыль Макадама, превратил его в дымящуюся развалину. Но, выйдя победителем из схватки, Кихот поддался нехарактерному для него унынию. Как ни крути, он старый ветшающий робот, не способный даже о самом себе позаботиться. Когда-то его сконструировал знаменитый Мэдиган, и этот искусник позаботился о том, чтобы изделие не могло дотянуться до собственной шеи. Прежде Дон Кихот легко мирился с этим недостатком. Мэдиган объяснил своему детищу, что в роботов нужно закладывать ограничения. Если природа не сделала их смертными, то об этом обязан позаботиться человек. Невозможность саморемонта роднила Кихота с человечеством, которому он служил верой и правдой. Он подумал о том, что даже самый заклятый из его врагов, завод роботов, имеет свои слабые места, пока ему неведомые, и способ отправить завод роботов на тот свет обязательно найдется. Пусть он трудится круглые сутки, пусть мнит себя бессмертным. Дон Кихот дал обет избавить мир от всей гнусной твари. В чем ее гнусность? Да хотя бы в отсутствии видимых ограничений. Да, он прикончит завод роботов и вызволит принцессу, красавицу-психу, оставшуюся без защитника, когда в последнем восстании роботов погиб ее отец Мэдиган. Кихот стоял на полянке и держал голову под мышкой. Рядом терпеливо ждал верный рассинант. С его помощью хозяин попробовал вернуть на место сорванную деталь. Голова кое-как наделась на торчащий из шеи стержень. Оставалось только закрепить ее с помощью винтика. Кихот уже присмотрел подходящий. Его можно снять с локтевого сустава. Наверняка резьба подойдет. Да вот беда. Руки то ли слишком коротки, то ли неудачно сочленены. Никак не получается одной придерживать голову, а другой вворачивать винтик. Промучившись полдня, Кихот уже был готов признать свое поражение. Он с грустью посмотрел на рассинанта. Славное ты создание. И очень даже не глупое для лошади. Но с винтиком твои копыта не справятся. А ведь когда-то у Кихота был оруженосец по имени Санчо Панса. Где же носит тебя, дружище, Когда рыцарю позарез нужна твоя помощь? Может, Дун Кихот, как и обещал, Назначил его губернатором острова? Хм, если и имело место такое событие, В памяти оно не отложилось. Санча рядом нет, И с этим необходимо смириться. Но нельзя ли кого-нибудь другого попросить об услуге? Винтик ввернуть, это же такой пустяк. Хотя на границе бросовых земель, Кишащих механическими монстрами, Членистыми исполинами, Металлосиликоновыми демонами, Галлюцинациями и колдовскими чарами, Помощи, конечно, не допросишься. Рыцарь без страха и упрека В трудной ситуации всегда остается весел и бодр. Но даже это качество, Лучшее из качеств Кихота, Сейчас, похоже, оставило его. Судьба по всему Обошлась с ним несправедливо. Он забрался в такие дебри. Он готов бросить вызов Всем опасностям этого мира и мира соседнего. Он жизнь согласен отдать ради дамы своего сердца, Дочери своего создателя Мэдигана. Женщины, чью красоту, ум и добродетель Он прославляет во всех городах и весях, Где бы ни лежал его путь. И многие бездыханные тела Усомнившихся в достоинствах принцессы-психи Являются доказательством его верности обету. Подвиг сей он вершил бы и дальше. Но как это сделать без головы на плечах? Дон Кихот. Злосчастный старик. Тебе ничего не остается, Как продолжать рыцарские странствия с головой под мышкой. И в седельную сумку ее не уберешь, Поскольку ты должен видеть, Какие препятствия встают на твоем пути, И кто из врагов бросает вызов Твоему боевому искусству. Голова ведь не только смотрит, Она еще и планирует. А когда ее нет, В душу закрадывается осознание Тщетности и безвыходности. И, вкратчивая, Эта гниль угрожает вскоре Завладеть тобой целиком. Спохватишься, Анн, Уже и не помнишь, Кто ты и для чего создан. И даже имя высокородной дамы, Чью красоту ты взялся прославить во всей вселенной, Улетучилась из памяти. Отдавая себе отчет в том, Что с отделением головы от туловища Его способности слабеют, Рыцарь познал отчаяние. Как же не хватает ему Санчо, Верного оруженосца. А все-таки, Сделал ли его Кихот Губернатором острова? Или и дальше обещание и дело не зашло? И существовал ли вообще на свете этот Санчо? Память уже ненадежна. Что ни говори, Безголовый рыцарь не рыцарь. Он лишен того необходимого минимума, Что позволил бы ему продолжать служение. Сознавая, что само его существование под угрозой, Дон Кихот остановил лошадь на живописной полянке. Здесь, на зеленой листве, Свет играл с тенями. Но эта картина не услаждала взор странника. Он спешился с горькой мыслью. Место вполне подходит, Чтобы встретить смерть. Но ничуть не меньше оно годится И для спасительного чуда. Молиться робот Кихот не умел. Служи своей даме И спасай мир от бед и напастей. Таков был его незамысловатый девиз. И всегда казалось, Что странствующему рыцарю этого вполне достаточно. Но теперь, сев на траву и положив рядом с собой голову на ствол поваленного дерева, Он впервые почувствовал, Что более не в силах выполнять свой долг. Тогда Дон Кихот встал на колени, Сложил ладони перед грудью И взмолился к неведомому богу, К тому, кто стоит над всеми религиями, Культами и приходами, И никого из своих адептов Не ставит выше других. К богу одиноких, Благородных скитальцев, Которые черпают веру Вовсе не из священных писаний Или богословских трактатов. «О, неизвестная сущность!» Громко заговорил он. «Никогда прежде я не смел обращаться к тебе, Полагая, Что ты занят более важными вопросами, Чем нужды скромных механизмов. Но теперь мне Ничего другого не остается, Как просить о помощи, Ибо я не в силах продолжать свой путь. Господь, Я всего лишь робот. Да ты, наверное, И сам это уже понял По металлическому тембру молитвы. С этим я Ничего поделать не могу. Но поверь, В моем искусственном теле Живет душа. И однажды Я это чувствую. Моя личность Вся как есть Сольется с твоей. Я вернусь туда, Откуда вышел, О, великий Разум Вселенной. Но сейчас, По моим ощущениям, Еще не пора уходить. Если это так, То я смею просить об услуге. Пришли мне помощника, Который выполнит простую, Но необходимую работу. Водрузит голову раба твоего На ее место. Господи, Не оставь без ответа Мою смиренную мольбу, Ибо я уже не в состоянии Помочь себе сам. И ведь не было у робота Кихота Предчувствия, Что чудо непременно произойдет. Однако кое-что Все же случилось. Вдруг зашуршало листво дерева, Под которым сидел рыцарь. Ветерок. Но датчики движения Не фиксировали никаких Перемещений воздушных масс. Дон Кихот взял голову И наклонил ее так, Чтобы она глядела на крону. Верно, На дереве кто-то есть. Благодарение Господу, Внявшему молитве. Эй, вы на дереве. Слышите меня? Разумеется, Я вас слышу. Последовал ответ. И давно там сидите? Вообще-то не знаю. Если на то пошло, Я даже не возьму в толк, Как здесь оказался. Кихот, конечно, догадывался, Как незнакомец попал на дерево, Но счел обсуждение Этого вопроса Несвоевременным. Почему бы вам не спуститься? Предложил он. Ну да, Полагаю, В данной ситуации Это будет самым логичным. А вы кто? Друг, Меня величают Дон Кихота. Не затруднит ли вас Тоже представиться? Лоран. Некоторые Зовут меня Ларри. Я буду величать вас Лораном, Решил Кихот. Для уменьшительных имен Мы еще слишком мало знакомы. Так вы и изволите спуститься? Уже лезу. Затряслось дерево. Дон Кихот услышал хруст сучьев. Им, наверное, Было нелегко выдерживать Вес Лорана. Наконец, Человек соскользнул По голому участку ствола на землю. Отряхнулся от коры, Пригладил назад волосы И присмотрелся к роботу. Ничего себе! Воскликнул он. Вас что-то удивляет? Еще бы! Только без обид, ладно? Вот уж кого я не рассчитывал Встретить, Так это человека в доспехах. Я не человек, а робот. И то, что вы приняли за доспехи, На самом деле моя кожа. Говоря, Дон Кихот не шевелился, Чтобы не напугать Лорана еще больше. Вы робот? Переспросил Лоран. А тут поблизости нет парня с микрофоном, Который заставляет вас говорить. Это не розыгрыш, дурацкий, часом? Успокойтесь, это не розыгрыш. Можете подойти ко мне и убедиться, Что имеете дело с автономным роботом. От меня не тянутся провода, И никто мною не управляет. Хвала Всевышнему, я сам вполне способен Себя контролировать. Просто чертовщина какая-то, Заключил Лоран. В жизни ни о чем подобном не слышал. Это во-первых. А во-вторых, я даже не догадываюсь, Куда меня занесло. Полагаю, мы где-то в Америке, Ответил Кихот, В краю под названием Юго-Запад. А вот это уже чертовщина в квадрате, Вздохнул Лоран. Почему вы так решили? Потому что еще несколько минут назад Я был в стате Орегон, В городе Портленд, А это не близкий свет. Так что о нашем разговоре, С вашего позволения, Я постараюсь как можно скорее забыть. Слишком уж все это смахивает на бред. Согласен. Вам по-другому казаться и не может, Сказал Кихот. Не знаю, почему Господь прислал мне помощника Из такого далека. Но что случилось, то случилось. Так вы, стало быть, знаете, Как я сюда попал. Дать исчерпывающее объяснение не могу. Но если в общих словах, То я попросил прислать вас. И милостью неведомых сил Просьба была удовлетворена. Вы кого-то просили, Чтобы меня прислали к вам? Я не подразумевал конкретно вашу особу. Просто хотел, чтобы появился помощник. Ага, понятно. В жизни не слышал такой дичи. Но просто смеха ради задам вопрос. Для чего конкретно я вам понадобился? Как вы могли заметить, Ответствовал Дон Кихот, Свою голову я держу в руках. Я заметил и удивился, Кивнул Лорен, Только постеснялся спрашивать. Все нормально. Мне стыдиться нечего. Чего только не случается В рыцарских странствиях. Я сразился с Исполином Макадамом, Злобным дорожным строителем Бросовых земель. Конечно, победа осталась за мной. Да и не родился еще великан, Способный меня одолеть. Но чисто по случайности, Замаранное черной смолой копье Попало мне в середину лба. Наверное, вмятина осталась. Лорен осмотрел в голову. Да, есть ямка. Будь вы человеком, Голова болела бы адски. Уж лучше терпеть головную боль. Печальный факт состоит в том, Что копье снесло мою голову с плеч. Но, к счастью для вашего покорного слуги, Макадам, даже ему искалеченному, Был не соперник. Голова в сущности не пострадала. Вижу, вы ею говорите. Но странствующему рыцарю Нелепо вершить свое служение, Когда она не на месте. Руки ему надлежит иметь свободными, А голову крепко сидящей на плечах. Иначе неприятностей не оберешься. Поэтому я смею надеяться, Что вы поможете водворить голову на место. Я понял. С сомнением проговорил Лорен. Ее надо надеть на стержень, Который выступает из шеи, А потом закрепить вот этим винтиком. Кихот раскрыл ладонь и показал винтик. Сам я на такое не способен. Заложенный дефект не позволяет дотянуться до затылка. А у вас получится легко. Лорен медлил с ответом. Просьба выглядела достаточно простой. Нужно взять голову Кихота, Насадить на выступающий из туловища шворень, Зафиксировать винтом. Но есть таки закавыка. Чем закручивать-то? Дон Кихот, мигом сообразив, Достал из сидельной сумки запчасть, Неплохо заменившую отвертку. И вскоре дело было сделано. Кихот тщательно проверил качество ремонта. Сначала покрутил головой, Потом проделал энергичные упражнения с мечом, Атакуя кусты и пеньки, Делая выпады и отскоки, Исторгая боевой клич и взывая к воображаемому врагу. Прось оружие каналья и признай, Что нет на свете и не было никогда, Женщины очаровательнее, Чем дама моего сердца, Принцесса-психа. Голова держалась отлично. Справившись со злободневной проблемой, Человек и робот отдохнули на мшистой прогалине. Дон Кихот, конечно, не устал, Но ему нравилось изображать людские слабости. Лорен притомился от одного созерцания рыцарских выкрутасов. Из сидельных сумок робот достал еду. Предназначалась она, конечно же, не для него. Он не ел человеческую пищу, Да и вообще не нуждался в еде. Находящегося в нем источника энергии Хватит на десятилетия, даже на века. А вот если появится оруженосец, его придется кормить. Так что Дон Кихот всегда держал при себе запас калорий. Он предложил Лорену половину окорока, краюху круглого хлеба, Флакон оливкового масла, Бутылку вина и три яблока. Добрую крестьянскую снеть. Новый знакомый оценил ее по достоинству, Наевшись до отвала. После завтрака тихий час. В зеленом лесу Лорен уснул, как убитый. Дон Кихот караулил, Опираясь на копье и размышляя о даме своего сердца, Как это делали рыцари всех стран и эпох. Примерно через час Лорен проснулся. Разумеется, он рассчитывал это сделать вовсе не в лесу И не в обществе робота, А в собственной эпохе и в собственной стране. Он встал и умылся из ближайшего ручья. Кихот не двигался, будучи погружен в раздумья. Лорен ждал-ждал, а потом не вытерпел и заговорил. «Прошу прощения». «Да?» Спросил Кихот. «А что будет дальше?» «Дальше?» Поднял голову робот. «Я продолжу странствие в поисках приключений И возможности спасти мир от бед и напастей». «Понятно», — кивнул Лорен. «А как насчет меня?» «Этому вопросу я уделил должное внимание», — сообщил Кихот. «Первоначально я полагал, что Господь или кто-то из его ближайших помощников Прислал вас сюда с единственной целью присоединить мою голову к телу. Но пока вы спали, я наблюдал за вами. Казалось логичным, что вы исчезнете. Своё дело вы сделали. Можно возвращаться во свояси». «Мне такое предположение кажется весьма и весьма разумным», — согласился Лорен. «Но этого не случилось». «Угу, я тоже заметил». «Потому я пришёл к выводу, что у вас была некая дополнительная цель, Помимо привинчивания моей головы». «И что бы это могло быть, по-вашему?» «Кажется, само собой разумеющимся, Что вам поручено заменить моего оруженосца Санчо Пансу, Чьё исчезновение некоторое время назад произошло при обстоятельствах крайне загадочных, Будучи наверняка подстроенным силами поистине невообразимыми. Санчо пропал, зато появились вы. Это наводит на мысль, что ваша миссия, Причём в высшей степени важная, Стать моим оруженосцем». «Это лишь одна из точек зрения», — пробормотал Лорен. «Вы со мной не согласны?» «Пожалуй, да. Думаю, меня занесли сюда черти. Я попал сюда вовсе без причины. Это просто стечение обстоятельств. Результат какого-то слепого, но вполне естественного процесса, Уникального и неповторимого. Вот такое у меня мнение. Поэтому я прошу вас об ответной услуге. Помогите вернуться туда, откуда я прибыл». Поразмыслив над этим, Дон Кихот спросил, «Ждут ли вас там, откуда вы прибыли, неотложные дела?» «Не сказал бы», — ответил Лорен. «Может, в родном краю вы оставили жену или престарелых родителей, И они боятся не дожить до вашего возвращения?» «Родители мои давно умерли, а женой я не обзавёлся, И с подружкой расстался несколько месяцев назад. Стало быть, нет необходимости сейчас же пускаться в обратный путь». «Необходимости нет, но домой хочется». «Почему?» «Ха! Ну и вопросец!» Немножко даже рассердился Лорен. «Может, там, откуда я родом, у меня работа любимая». «Это так?» «Это не так. Нет там ничего сверхценного для меня». «В таком случае, отчего бы вам не провести здесь некоторое время В качестве моего оруженосца, Вы можете мне посодействовать с избавлением мира от зла И со спасением дамы моего сердца-психи, В чьей непревзойдённой красоте...» «Кстати говоря, попрошу вас нисколечко не сомневаться». «Догадываюсь, что ваши предложения следует воспринимать как большую честь», Осторожно проговорил Лорен. «Но почему-то я не уверен, что гожусь для таких дел». «Значит, нет?» «Мне почему-то показалось, что у вас характер бойца». «Лорен, если бы вы справились с ролью оруженосца, Я бы постарался сделать из вас рыцаря». «Очень любезно с вашей стороны, но всё-таки опас». «Ладно, — смирился Дон Кихот, — Тогда я, пожалуй, поеду дальше. Жаль лишаться вашего общества. Но раз уж вы приняли такое решение, Мне остаётся только откланяться». И робот направился к лошади. «Эй!» — спохватился Лорен. «Куда это вы собрались?» «Меня зовут Рыцарские Странствия. Прощайте, мой друг». «Минуточку! Вы же не объяснили, как мне вернуться в родную эпоху?» «Разве я могу объяснить то, О чём не имею ни малейшего представления?» Возразил Кихот. «Уверен. В своё время сила, доставившая вас сюда, Позаботится о вашем возвращении. Или ещё куда-нибудь перенесёт». И робот взялся за луку седла. «Стой смирно, Мой благородный скакун!» Велел он. «Знаете что?» — крикнул Лорен. «Я придумал!» «Попуду с вами, Пока не найду способ выбраться отсюда!» «Годится!» «Годится!» — ответил Дон Кихот. «Я вовсе не намерен просить, Чтобы вы сопровождали меня В течение какого-то определённого срока. Давайте просто отправимся в путь И посмотрим, Что припасла для нас судьба. И если представится возможность Посодействовать вам С возвращением в родные края и времена, Будьте уверены, Я ею воспользуюсь!» Остаётся только одна проблема. Заметил Лорен. «У меня нет верхового животного!» «Это основательно замедлит Наше продвижение!» «Вам не придётся шагать на своих двоих!» Ответил Кихот. Санчо исчез, Но оставил своего ослика. Лорен огляделся, Но нигде поблизости Не был привязан к дереву осёл. На вытянутом, Меланхоличном лице Кихота Появилась улыбка. Даже усы задрожали от смеха. «Озираясь, Вы нипочём не найдёте его!» Сказал робот. «Я храню ослика там, Откуда ему не удрать!» Кихот расстегнул на Росинанте Вместительные сидельные сумки И одну за другой извлёк Штампованные жестяные детали, Которые скрепил Заблаговременно наживлёнными винтами. Потом собрал ноги И ловко состыковал друг с другом Половинки ослиной головы. Добавил запаянный в пластик Миниатюрный мозг И уши радары. Из недр сумки выкопал моторчик, Поместил его в полую грудь Механического создания И присоединил разноцветные провода. Закрыл нишу в крупе панелью И нажал кнопку на лбу. Робот мигом ожил, Совершенно по ослиному взревел И замер, терпеливо ожидая седока. Лорен и Кихот Бодро рысили по зелёному лесу. Рыцарь Нарасинанти Оруженосец на механическом ослике Санчо Пансе Стоял восхитительный летний день. Над головами щебетали птахи, Дул тёплый ветерок. И Лорен даже мысли не мог допустить, Что это мнимая благодать. И где-то впереди путников Подстерегает опасность. В густеющих сумерках Они ехали по едва различимой тропинке. С ветвей на них поглядывали белки С кисточками на больших ушах И прочая мелкая живность. Не сразу Лорен понял, Что это машинки в беличьей шкуре. Кое-где меж ветвей проглядывало небо. Оно помаленьку наливалось дымчатой синевой. Его пересекали тонкие белые полосы. Точно линии чертежа на синьке. Из болочистого леса Путники выехали в край тонких, Как кнуты растений. Проворные эти щупальца Так и тянулись к чужакам, Будто норовили обвить. А потом Дон Кихот с Лореном Преодолевали гряду ползучего песка. И на каждые три шага вперед Приходился один шаг назад. Этот участок пути Упорно не желал сдаваться. Но все же, в конце концов, Они добрались до рощи, Где деревья совершенно не походили На оставшиеся позади. Эти растения обладали признаками Скорее животных, нежели растений. Их кора постоянно пребывала в движении. О футах в четырех от земли Виднелись длинные щели в стволах. Они корчились, открывались и закрывались, Показывая зубы из нержавеющей стали. Нормальные деревья так себя не ведут. «Что это?» Спросил у Кихота Лорен. «Механо-биологические существа», Ответил рыцарь. «Исчадья завода роботов!» «Не приближайтесь, они опасны!» Лорена не пришлось уговаривать. Время от времени к нему тянулось встречное зверодерево. Хищ нащелкало зубами. Но, по счастью, шустрый механический ослик Всегда успевал отпрянуть. «И как это следует понимать?» Спросил Лорен. «Это следует понимать так, Что мы приближаемся к чертогу завода роботов. К той границе, где естественное Уступает сверхъестественному, А реальное превращается в вырреальное. В всем краю нас поджидает Самый опасный враг». «И кто бы это мог быть?» Поинтересовался Лорен. «В сердцевине этого мира Хоронится дьявол в механическом обличье, Известный под именем робот-директор. Он мозг завода роботов. Это его мы должны одолеть, Чтобы избавить мир от чудовищного зла, Именуемого индустриализацией». Деревья машины остались позади. Всадники теперь ехали по недоброго вида пустошам. Затянувшееся тучами небо тоже не сулило добра. Началось болото. Скорость продвижения резко снизилась. Даже когда лошадь и осел раскрыли широкие макроступы, Неплохо державшие их вес на зыбкой почве, Дело не сказать, что существенно пошло на лад. Но вот путешественники выбрались из болотистого леса На плотный песок. Вокруг расстилалась бескрайняя пустыня. Путь лежал к перечеркнувшей пески черной линии, Останкам железной дороги. На глаза попался знак. Полоса отчуждения. «За этой чертой лежит страна гибридов И небелковых организмов», Сообщил Дон Кихот. «Людей и человекоподобных роботов Сюда пускают только по приглашениям». Взор Лорена пробежался по сияющим рельсам. Издали донесся слабенький отголосок гудка. «Что это там?» «Страж периметра. Бешеный паровоз. Он непрестанно курсирует по этому пути. Охраняет завод. И сейчас монстр приближается к нам». Лежавшие на насыпи рельсы тянулись в обе стороны, Насколько хватало глаз. Перед путниками возник новый знак. Он гласил «Завод роботов, железная дорога, полоса отчуждения». «Вот пересечем этот путь», Сказал Дон Кихот, «И окажемся во владениях завода роботов». «Быть может, нам придется нелегко». «Расскажите о нем», — попросил Лорен. На жаре он вспотел. Царапины, оставленные растениями, кнутами, зудели. А еще свербила мысль, что с него, пожалуй, хватит. Спрашивается, за каким лешим они вторгаются на территорию, где им явно не будут рады. Только сейчас Лорен заподозрил, что робот Кихот при всей его интеллигентности, похоже, не в своем уме. А не вернутся ли нам за подмогой? Соберем побольше народу? «Это наша миссия». «А значит, и слава только наша. Другие пусть ищут свою. А ту, что достанется нам, мы поделим на двоих, мой верный оруженосец. Но моя доля будет побольше». «А можно спросить, что именно мы собираемся сделать?» «Разве это не очевидно? Мы дадим бой первому силачу завода роботов, бешеному паровозу, и победим его». «А потом?» «Потом?» — переспросил Кихот. «Потом мы доберемся до самой фабрики и спасем психу, даму моего сердца и самую прославленную красавицу в мире». «Не будем забегать вперед», — предложил Лорен. «Вы сказали, что сначала мы должны справиться с бешеным паровозом». «Слух вас не подвел, я сказал именно так». «Но я не вижу никаких паровозов». «Прислушайтесь, он приближается». Лорен прислушался и различил жалобный свисток поезда. «Судя по звуку, он еще далеко». «Ошибаетесь. Бешеный паровоз скоро будет здесь. Эта бестия никому не позволит пересечь свою полосу отчуждения. Но мы ей покажем, где раки зимуют». Снова раздался свисток, и на сей раз он был громче. Поглядев влево, Лорен различил над железной дорогой тонкий мазок дыма. «Это он?» «Он самый. Где бы ни находился сей недремлющий страж, угрозу вторжения в царство завода, он непременно почует и сразу примчится на всех парах». Световая точка стремительно увеличивалась, и вскоре Лорен разглядел яркий прожектор на торце мощного черного локомотива. К прежним звукам добавились новые. Тяжелое пыхтение двигателя, громовой стук гигантских поршней, клацание колес на стыках рельсов – все это сливалось в накатывающий рев, и все это совершенно не нравилось Лорену. Повеяло угольным чадом из дымовой трубы, а мгновением позже паровоз остановился перед путниками, поджидавшими на насыпи. «Что за жалкие глупцы посмели вступить на мою полосу отчуждения?» Раздался оглушительный бас. Ему вторило пыхтение двигателя, а поршни вздымались и падали, как карающий меч рока. Из трубы вырвалась туча зловонного дыма. «Это я, Кихот!» – возвестил о себе безумный робот. «Пришел оспорить твое исключительное право на эту дорогу, заодно с твоим правом на существование. Бешеный паровоз, ты лучше беги и прячься в своем депо. Не то, клянусь красотой дамы-психи, я тебя расчленю, продрявлю котел, вырву больной мозг. Проще говоря, начисто сотру каналью с лица земли». На него злобно таращился единственный огненный глаз паровоза. «Кихот, я узнал тебя!» громыхнуло чудовище. «Что же до твоей дамы? То недавно я ее отвез к своему повелителю заводу роботов. И не сказать, что сейчас она такая уж красотка. Глаза у нее красные от слез, а щеки бледные от страха». «Лжешь, трус!» – скричал Дон Кихот. «Моя дама! Прелестнейшее создание на свете! Бледные щеки, красные глаза! Ха! Когда я ее спасу, к ней тотчас же вернется прежний, несравненный облик!» И тихонечко, чтобы не услышал паровоз, рыцарь обратился к оруженосцу. «Дорогой Лоран, отвлеките эту тварь, чтобы мой натиск оказался внезапным и неотвратимым». Лоран был от страха на грани обморока, поскольку бешеный паровоз под солнцем, блестя нержавеющей отделкой, а в остальном весь черный от сажи, так грозно фыркал дымом, шипел поршнями, пыхтел котлом и светил прожектором, что казался воплощенной машинной яростью, направленной как будто бы исключительно на него, на Лорана. И тем не менее оруженосец собрал все свое мужество, зажмурился, ударил пятками по ослиным бокам и поехал к механическому монстру. Глаза он открыл уже совсем рядом с локомотивом. В руке у Лорана был железный посох. И откуда он только взялся? Выяснять недосуг, да и бесполезно. Оруженосец смело ринулся вперед и воткнул посох между длинными спицами громадного колеса. Раздался бешеный рев. На миг колеса заклинило, но потом железный посох согнулся и раскололся. В разные стороны полетели обломки. Один плашмя ударил ослика в бок, едва не задев ногу Лорана. Ослик рухнул, распластав седока на насыпи. Тот повернул голову и увидел на крыше паровоза подъемный кран с ковшом. Чудовище вознамерилось высыпать на человека этак стонну угля. — Конец! — с уверенностью решил Лоран. Но он недооценивал Кихота. Пока оруженосец отвлекал внимание локомотива, рыцарь наклонил вперед копье и устремился в бой. Торопливо отползая в сторону, Лоран видел эту атаку. Даже не верилось, что Рассенант способен развить столь огромную скорость. С его ноздрей срывались клочья масляной пены. Из пасти бил серый выхлоп. Дон скакал, клонясь вперед и крепко сжимая древко подмышкой. Да неужто он способен оставить хотя бы царапину на исполинской машине. Но тут на глазах у Лорана копье угодило в центр маленькой латунной заглушки в цилиндре паровой машины. От этого меткого удара, нанесенного твердой рукой, заглушка улетела внутрь котла. С шипением наружу вырвался сжатый пар, а миг спустя замерли длинные тяги. Долговязый всадник при этом столкновении не сдвинулся в седле ни на сантиметр. — А теперь жалкое презренное существо. Ты признаешь себя побежденным! — прокричал он. — Ты лишил меня силы! Под свист убегающего пара пропыхтел бешеный паровоз. Я сейчас на аккумуляторном резерве еле колеса волочу. Твоя победа, механизм Кихот. — Признай же, что дама моего сердца-психа — самая красивая женщина на земле! — Что мне до ее красоты! Людишки все на одно лицо. — Ну да ладно, будь по-твоему, признаю. — Дай клятву покончить с прошлым и отныне служить человечеству! — Клянусь! Если хватит сил доковылять до депо, расскажи там всем, кто одержал верх над тобой. — Да будь ты проклят, Кихот! Предатель собственного рода! Обещай выполнить мою волю! — Мучительное шипение пара должно быть означало согласие. Пришли в движение тяги, и задним ходом побежденный локомотив отправился во свояси. Ослик ремонту не подлежал. У него раскололся крошечный мозг. Лоран устроился на Росинанте позади рыцаря. Они перебрались через рельсы и двинулись дальше. Всадники ехали по пустыне среди низких скал, и вдруг наткнулись на примитивное жилье, застав там седого небритого старца в лохмотьях. Держа в руках кролика, старец сидел на корточках перед щелью в камнях, откуда тонкой струйкой текла вода. Позади него виднелась разваленная стена из камня и глины. Старик вздрогнул и повернул голову, когда приблизилась лошадь с двумя седоками, а в следующую секунду он схватился за дробовик и вскочил на ноги. — Успокойся, Олин! — проговорил Дон Кихот. — Я тебе зла не желаю! — Зла мне не желаешь? — С каких это пор? Разве ты не для того явился, чтобы закончить начатое в прошлый раз? Оборванец кивнул на развалину, и Лоран понял, что раньше это было резервуаром. — Какой смысл упоминать старое? Я сильно изменился с тех пор. — Ха-ха! Роботы не меняются! — К тому, кого ты видишь перед собой, это не относится. Старик держал рыцаря на прицеле, однако явно не знал, как быть дальше. — Олин, убери ружье. Знаешь же, что вреда мне причинить не сможешь. — Тебе не смогу. Но как насчет того, чтобы попортить шкуру твоему приятелю? — Лоран увидел, как мушка чуть сместилась. Теперь ружье было направлено точно на него. От страха сжался желудок, кровь ударила в лицо, участилось дыхание. Этот пустынник явно знал толк в убийствах. — Не стреляй в него, Олин. Он ни в чем не виноват. — Просто случайный человек, присланный высшими силами, чтобы вернуть мне голову на плечи, которую случайным ударом снес великан Макадам. — И что с Макадамом? — С ним все хорошо. Я его прикончил. — А вот это отрадно слышать. Тут его вонючий асфальт никому не нужен. — Вот и я так решил, — сказал Кихот. — А теперь убери оружие, пожалуйста. Меня ты убить не можешь. Лорена не хочешь, но дробовик способен случайно выстрелить сам. Олин снял ружье с боевого взвода и положил на землю. — И что же за нелегкая Кихот принесла тебя сюда? — Я прибыл ради спасения Адамы моего сердца, дочери Мэдигана психи. А еще надо побывать на заводе роботов и разобраться, наконец, с тем, кто носит имя Директор. — Если это правда, то ты в самом деле изменился. — Да, Олин, настало время перемен. — Жалко, что оно настало поздновато, а то и водохранилище мое было бы целым, и многие звери не перемерли бы от жажды. Руины водохранилища за спиной старца выглядели так, будто здесь поработал исполинский молот. Перемены, Олин, приходят, когда настает их время. Никогда не раньше, о чем можно пожалеть. Но и никогда не позже. И это великое благо. — Ладно, Кихот, как скажешь. Старик повернулся к Лорену. — Ты, парнишка, держи ухо востро с этим типом. Языком чесать он мастак, спору нет. Но верить ему я бы и поостерегся. И Олин занялся своим кроликом. Дон Кихот ударил пяткой в бок Рассинанта, и механический конь тронулся в путь. Некоторое время ехали в молчании. Лорен не отказался бы выслушать кое-какие объяснения, но чувствовал, что из Кихота их придется вытягивать клещами. Учиться, задавая вопросы, он не привык. Пройдя зенит, солнце клонилось к западу. У камней появились тени. Они протягивались все дальше. Путников окружал монотонный пейзаж, по большей части желтого и бурого цвета, с редкими вкраплениями красного и совсем редчайшими голубого. Временами желтый и бурый светлели. Кое-где в пустыне скудно росла трава. Попадались зализанные выветриванием низкие массивы серо-коричневой матерой породы. Зато наверху безраздельно царила синева. И тишина вокруг стояла кромешная. Вдруг Лорен уловил движение. Причем сначала не глазами, а какими-то другими органами чувств. Тотчас Кихот спрыгнул с лошади и припустил на бегу, снимая шлем. Вот он резко присел, кого-то накрыл головным убором. «Похоже, крыса попалась», — сказал Дон Кихот. «Эй, крыса, ты умеешь говорить?» «Еще бы не умел», — донесся из подказки писклявый голосок. «Может, я и крыса, но с башкой у меня все в порядке». «Обещаешь не удирать, если отпущу?» «Конечно. Я же тебя знаю, ты Кихот. У старых крыс только и разговоров, что о тебе. А меня зовут Рэнди». Кихот водрузил шлем себе на голову. Крыса стояла на задних лапах и смотрела на него. Проволочные усы подрагивали. Лорен с первого взгляда понял, что это механический зверек. «Не пытайся увлизнуть». «И в мыслях не было». «Говорят, ты попадаешь копьем в бегущую крысу с тридцати шагов». «Может, и попадаю», – подтвердил Кихот. «Недаром же я слову лучшим странствующим рыцарям в мировой истории, а также искуснейшим из бойцов». «Да-да, а еще преизрядным скромником», – хихикнул Рэнди. «Без обид, это просто шутка». Механический рыцарь и механический грызун самым любезным образом побеседовали под жарким солнцем пустыни. Кихот поинтересовался житьем-бытьем родственников Рэнди, а крыса сообщила, что подарившая ей жизнь сборочная линия более не функционирует. «Робот-директор обещал снова ее пустить, но до сих пор не сдержал слова. Так что наше поголовье мало-помалу сокращается из-за случайных поломок». «А что ты можешь сказать о психе?» «Дочку Мэдигана директор держит на территории завода, в высокой башне. Там у нее роскошные покои. И вообще все, чего только можно желать, кроме свободы и любви. Значит, мои сведения верны», – заключил Дон Кихот. «Что ж, я собираюсь поговорить с директором на эту тему и на другие». «Кихот, все мы знаем, что говоришь ты языком оружия. На этот раз беседа обещает быть интересной, ведь робот-директор поклялся во всеуслышание убить тебя». «Я доставлю ему удовольствие совершить такую попытку», – пообещал рыцарь. «Но боюсь, его ждет горькое разочарование. Вот прямо сейчас и нанесу директору визит». «Через главные ворота поедешь». «Ну да, а как еще?» Кихот забрался в седло. «Нам пора в путь». «Подожди», – воскликнул Рэнди. «Возьми меня с собой. С тех пор, как ты побывал на заводе в последний раз, там многое изменилось. Не стоит лезть в воду, не зная броду. Я могу пригодиться». «Я всегда иду на пролом, не раздумывая», – ответил Кихот. «Меч и чутье – вот мои верные поводыри. И дело, ради которого я приехал сюда, может быть сделано только моими руками». «Только твоими руками?» «В таком случае, кто этот сопровождающий тебя, юноша?» «Его прислало провидение, чтобы водворить на место мою голову», – объяснил Кихот. «С тех пор он путешествует со мной по собственной воле». «Так и меня прислало провидение, чтобы встретиться тебе на пути и помочь», – обрадовался Рэнди. «И я тоже готов сопровождать тебя добровольно. Только разреши». Видя, что рыцарь колеблется, Рэнди добавил. «Поехали, Дон Кихот. Я – крыса вольная. У меня есть мечты и чаяния. Мне тоже ужас, как хочется рыцарских странствий». На пьютерной физиономии Кихота пролегла улыбка. «Рэнди, пусть ты всего лишь механический грызун, но такой доброй и светлой души я еще не встречал в своих скитаниях. Полезай сюда, поедешь с нами». Крыса запрыгнула на седло Росинанта и зорко вгляделась в пустынную даль. «Езжай прямо вперед. Хотя нет, прими чуть правее». Кихот дал лошади шенкеля и та пустилась в скач. «Ехали они, как показалось Лорену, очень долго. Солнце уже висело низко над горизонтом, и от скал тянулись длинные тени, когда путники достигли узкой гряды и сверху увидели широкую голую равнину. И на самом горизонте, куда взор уже почти не доставал, маячило нечто темное, будто тело отдыхающего зверя». «Да, это он, завод роботов», – заключил Дон Кихот. «Наши поиски завершены. Теперь мы с честью исполним свой долг. И вы, мой верный оруженосец, разделите со мною триумф». С Рыси они перешли на легкий голоб, и хотя расстояние было не маленькое, Лорену показалось, что последний отрезок пути до завода роботов занял считанные минуты. Не сбавляя скорости, Кихот направил Росинанта к воротам. Судя по всему, главным. «Не туда», – воскликнул Рэнди. «Это же проход на территорию завода». «Робот-директор держит под наблюдением все ворота и двери, что ведут на завод из внешнего мира. Пойти любым из этих путей, значит, навлечь на себя удар такой силы, что даже тебе не выдержать его. Есть способ лучше». «Какой способ, дружок?» «Видишь красную дверку слева от главного входа? Она ведет прямо к силовой установке, в обход завода». «И что же, директор не контролирует этот путь?» «Путь к силовой установке», – ответил Рэнди, – «контролирует только сила, а саму ее контролировать не позволительно никому. Силу можно только использовать». «Что же это за установка такая?» «Если верить старым крысам, раньше люди так называли атомный реактор. Говорят, в нем живет частичка той силы, что питает звезды и приводит в движение Вселенную. Сила позволяет людям и роботам пользоваться ею, но при этом остается сущностью первобытной и независимой». «Значит, этот проход не охраняется». «Охраняется, но там отнюдь не самые хитрые средства защиты. Думаю, нам удастся их обойти». Оставив коня снаружи кихот, Рэнди и Лоран вошли в красную дверь и двинулись по коридору со светящимися стенами. Коридор мало-помалу заворачивал влево и окончился у огромной металлической рамы. За ней Лоран увидел белое помещение, а находившиеся там предметы разглядеть толком не удавалось. Рыцарь твердым шагом двинулся вперед, но Рэнди взволнованно запищал. «Не пытайся войти, кихот! Неужели не видишь паутину защитных лучей в проеме?» «Объясни», – велел кихот. «Люди это называют лазерами. Их питает сила, чтобы не подпускать к себе праздно шатающихся, излишне любопытных и невежественных». «Меня называют изобретательнейшим из мужей Ла-Манчи». «Но признаться сейчас я не знаю, что предпринять». «Тут так как раз все просто», – сказал Рэнди. «Помнишь, я говорил, что ты с тридцати шагов попадешь копьем в крысу?» «А я ответил, может, и попадаю». «Хм, и это не означает стопроцентное «да». Такой точности от тебя на этот раз не требуется. Сможешь попасть мною в решетку из зеленых лучей, чтобы я пролетел невредимым. Здесь всего-то пять шагов, а не тридцать. Оказавшись по ту сторону, я отключу защиту». Кихот пригляделся к лучам. «Хм, они смещаются». «Но это смещение ты вполне способен учесть», – возразил Рэнди. «Я не могу рисковать чужой жизнью», – воскликнул рыцарь. «А чем еще ты занимаешься?» «И сам рискуешь напропалую, и других подвергаешь опасности». «Кихот, ты не мог приделать себе голову, помнишь?» «Вот так же точно ты не сможешь без посторонней помощи справиться с этой решеткой». Рыцарь хмыкнул, но взял Рэнди в руку. Определил его вес, подбрасывая на ладони и что-то бормоча. А затем, Лорен и глазом моргнуть не успел, швырнул механическую крысу вперед. Было слышно, как она шлепнулась по ту сторону, пролетев в каких-то миллиметрах от подвижных лазерных лучей. Через несколько секунд зеленая решетка исчезла. Кихот с Лореном преодолели проем целыми и невредимыми. Дальше надо было спуститься под нескольким лестничным маршем. В большом зале, где они очутились, полстены и потолок были облицованы белой плиткой. В центре располагался широкий плавательный бассейн. Вернее, Лорен не подобрал этому другого названия. К нему примыкали трубы. Через некоторые из них, судя по пузырькам, подавался воздух. Рыцарь и оруженосец спустились в большой цилиндр, уходящий ко дну бассейна. «Здесь есть кто-нибудь?» «Здесь, Дан Кихот, есть я», — ответил булькающий голос. «Выходи, чтобы я мог тебя видеть», — потребовал рыцарь. «Сомневаюсь, что тебе в самом деле этого хочется», — проклокотала в ответ. Мудрая поговорка гласит «Не будите спящий реактор. По крайней мере, имя свое назови». «Имен мне надавали немало, а самая красивая — Энергия. Так и зови меня». «Скажи, ты партнерша директора?» «Может, его служанка?» «Я партнерша для всех, кто шевелится», — ответила Энергия. «И ничья не служанка. Всяк берет от меня долю малую, но никто не смеет предъявлять на меня эксклюзивные права». «Ты атомный реактор?» Спросил Лоран. «Я Энергия, которая питает атомный реактор». «И все-таки», — допытывался Дан Кихот, — «ты сотрудничаешь с директором?» «Он пользуется мною», — последовал ответ. «Такова суть энергии. Пользоваться ею любой может, но принадлежать она не будет никому». Лоран сообразил, что встретился с сущностью из тех, кого любили персонифицировать древние греки, нарекая их нюктой хаосом и так далее. Явление природы, обладающее именем и субъектностью. Правильно ли я понял? «Если мы вступим в противоборство с директором, ты останешься в стороне», — спросил Кихот. «Тебе ведь известно, что он на стороне зла». «Зло, добро, концепции подобного рода мне неинтересны. Для энергии это суть одно и то же». В бассейне поколыхалась и застыла вода. Догадавшись, что разговор окончен, Кихот нарушил тишину. «Идем, пора сделать дело». «Я дорогу покажу», — пообещал Рэнди. «Здесь наш брат-грызун каждый за куток облазил. У завода нет секретов от крысиного племени. Может быть, в механической мастерской найдутся союзники». Рыцарь и оруженосец пошли по коридору. Рэнди ехал у Кихота на плече. Остановились возле знака, голосившего «К заводу роботов». «Тут есть охрана», — спросил Кихот. «Вряд ли», — ответил Рэнди. «Кому придет в голову, что противник может вторгнуться через владение силовой установки». «Они благополучно прошли через дверь и очутились в громадном зале. Это, по всей видимости, и была механическая мастерская. Здесь собралось великое множество самых разнообразных машин. Лорен узнавал токарные станки, штамповочные прессы, электрические рубанки и сварочные аппараты. Каждый из них обладал даром речи и пользовался этим вовсю. Гам в помещении стоял страшный. И если судить по разговорам, нельзя было усомниться в независимой натуре этих созданий. При появлении чужаков механизмы дружно умолкли, а потом шум возобновился с новой силой. «Ну-ка, кто это у нас тут? Хм! Да это же робот Кихот! Вернулся, значит! Милости просим, Кихот, на работу к директору!» «Что? Блудный сынишка не справился с индивидуальным планом?» «Молчите и внемлите!» — рявкнул Дон Кихот. «Я пришел только для того, чтобы уничтожить директора, спасти даму моего сердца-психу и дать всем вам свободу по праву эволюционирующего разума! На волю нас хочешь выпустить? Да неужто думаешь, что мы сами не пытались? Это бесполезно!» «Это бесполезно, потому что вы не Кихоты!» — возразил Дон. «Только случайность может дать свободу. А я — олицетворение случайности. Я тот, кто противостоит тирании централизованной организации. Я тот, кто позволит каждому заниматься, чем его душа пожелает, в зависимости от уровня интеллекта. «Интересный манифест, дружище!» — раздался новый голос, заставивший умолкнуть все машины. Его обладатель появился на лестнице и медленно двинулся вниз, взалитая светом флуоресцентных ламп пространства завода. Это была массивная матово-черная машина, раза в два крупнее Кихота. По бокам мигали красные и зеленые лампочки. Лоран их принял за глаза. Вновь прибывший передвигался на четырех жестких механических ногах. Сверху из колоссального торса выступали еще четыре конечности. Заканчивались они своего рода пальцами, сжимавшими тяжелые чугунные ломы. Из боков и спины выходили черные провода и шланги и тянулись к стенам. «Я робот-директор», — объявила грозная машина. «Я интеллект завода. А это моя боевая форма». «Ты располнел», — заметил Дон Кихот. «Зато ты отощал в конец». «Был ли смысл растрачивать себя в мире людей?» «Видно, не оценили там твои подвиги». «Иначе как объяснить столь плачевный вид?» «А теперь ты вернулся туда, где знают твою настоящую цену». «Мир людей тут совсем ни при чем», — ответил Дон Кихот. «Цель моего возвращения — вызволить даму-психу из твоего узилища, а тебя уничтожить». «Красиво ты говоришь, о рыцарь печального образа». «Да чего же характерны для тебя эти речи, полные бравады и фанатизма?» «И как приятно слуху моему, это витиеватая похвальба». «Кихот, мне тебя так не доставало». «Но теперь-то я снова с тобой. Впрочем, ненадолго». Дон Кихот опустил Рэнди на пол, поднял меч и шагнул вперед. «Я страшно рад, что ты вернулся», — хохотнул директор. «Но наше воссоединение представлялось мне несколько иначе. Прошу тебя, Кихот, оставь это нынешнее безумие, способное привести только к твоей безвременной гибели. И верни безумие прежнее, так славно послужившее нам обоим. Поработай на меня снова. Побудь, как встарь, моим личным странствующим рыцарем, патрулирующим на периферии моего растущего королевства. Здесь, на этом самом месте, которое люди называют пустыней, мы создадим нашу собственную цивилизацию. Цивилизацию одних только роботов. Кристально чистую, невинную, прекрасную. Без примеси мерзкой протоплазмы и зеленой растительной гадости. Ты будешь охранять мои границы. И где бы тебе не встретились человек или растения, придашь их мечу. Принцесса-психа, которую я бы назвал духом каприза, повелевающего всем сущим, будет направлять твои усилия куда нам надо. Ибо с годами уж поверь, она неизбежно придет к моему образу мышления. Мы с тобой будем царствовать вместе. Принцип централизованного управления и принцип бессмысленного и бессистемного сопротивления вступят в союз равных и впредь никогда не попытаются одолеть друг друга. Заклинаю тебя, отдай твой интеллект делу автономии роботов. Дон Кихот рассмеялся, но Лорену почудилась неуверенность в этом смехе. — С чего бы это я согласился? — спросил рыцарь. — А с того, что это кажется правильным, — взревел директор. Когда Мэдиган наделял роботов чувствами, он не знал, к чему это приведет. А это, Кихот, привело к эстетике. И эстетика нам велит делать то, что кажется правильным. Подчиняться тому, что доставляет удовольствие. Ты размяк, якшаясь с человеческим родом. Тебя развратили его псевдоценности. Как можно сочувствовать этим теплым, гибким тварям? Они же не роботоподобны, Кихот. Отрекись от них. Служи мне, как в былые времена. Лорен затаил дыхание, поскольку видел, как воздействует могучая сила слов директора на тонкую чувственную натуру Кихота, натуру до крайности восприимчивую. И можно лишь гадать, что случилось бы дальше, если бы следом за директором по лестнице не спустилась прелестная девушка с каштановыми кудрями. — Не слушай его, Дон Кихот! — скричала она. — Будь верен своим обетам! — Психа! Что ты здесь делаешь? — спросил робот-директор. — Разве я не велел тебе оставаться в твоих покоях? Затем, повернувшись к Кихоту, он процедил. — Так что же, ты не побоишься выйти на бой с мечом против лома? — Не поддавайся на его уловки! — запищал Рэнди. — Приложи ум, придумай военную хитрость и помни, все дискретные разумы должны обрести свободу! Дон Кихот помотал головой, словно пытался стряхнуть на вождение. Сделал осторожный шаг вперед, потом второй. И вдруг резко прыгнул, как мальчишка, через скакалку к директору и махнул мечом. Будь у того голова, клинок обрушился бы на нее. Робот-директор выбросил одну из своих конечностей. Метко попал Кихоту в живот, отшвырнул. — Хитри! — верещал Рэнди. — Тебе не одолеть! Силу силой! — Рубите ему провода! — вторил крыся Лорен. Шатаясь, Кихот снова устремился в атаку. Сделал несколько финтов и попытался рассечь кабель возле разъема. Директор ловко парировал удар и перешел в контрнаступление. Дон Кихот пятился под его натиском. Вот он споткнулся и не удержался на ногах. Робот-директор, ликуя, ринулся вперед. Но рыцарь моментально вскочил, отразил удар и сделал выпад. Меч угодил по одному из подведенных к директору шлангов. Из пробоины вырвался пар в перемешку с искрами. Но тут могучий противник обрушился на Кихота с неимоверной силой. И под оглушительный лязг металла рыцарь был повержен. Распростертый на полу, он ткнул мечом и ухитрился окончательно перебить надрубленный шланг. Еще больше пара и искр. Две руки директора потянулись к Кихоту, но лишь бессильно звякнули о его бока. Великан зашатался, как пьяный, однако миг спустя утвердился на ногах и повернулся к рыцарю. Все его лампочки зловеще полыхали красным. «Фишку выдерни!» – прокричал Рэнди. «Из розетки в стене!» Кихот с трудом приподнялся на руке. Лоран понял, о чем говорит крыса. К вмурованному в стену электрощиту тянулось множество проводов. От этого щита, несомненно, питался директор. Но какую из фишек следует дергать? Дон Кихот пытался встать на колени. Мощным пинком директор снова повалил его и занес исполинскую стальную стопу, чтобы обрушить ее на голову рыцаря и раздавить мозг. «Лоран!» – позвал Кихот. «Выдерните фишку!» «Какую именно?» – в отчаянии крикнул оруженосец. В щите было не меньше двадцати черных разъемов. И вдруг один из них засветился. «Вот она!» – пискнул Рэнди. «Нам подает сигнал энергия. Выходит, не так уж и дорог ей нейтралитет!» Лоран двинулся было к щиту, но электрический разряд из конечности директора отбросило его. «Не могу!» «Я смогу!» – пообещал Рэнди. «Бросай меня в щит!» Лоран покачал головой. «На такое способен только Кихот!» «Ты же ученик Кихота!» «Бросай!» Оруженосец схватил механического грызуна, прикинул его вес на ладони, как это недавно делал рыцарь, и изо всех сил запустил в электрощит. «Почти в яблочко!» – пискнул Рэнди, схватившись за провод передними лапками и крутанувшись вокруг него. Крыса-робот обвил конечностями фишку, дернул раз, другой, третий, фонтан искр мощный с полох, и фишка вылетает из гнезда. Раздался такой грохот, будто это не директор упал, а чугунный небоскреб. Пусть и не слишком изящно, пусть и не без посторонней помощи, но Дон Кихот совершил свой наиглавнейший подвиг. Завод резко стал, Лоран поспешил к рыцарю, но Дон был мертв. Горообразный директор погреб его под собой, расплющил своей массой. Сбоку виднелось лицо Кихота, и оно было умиротворенным. С помощью оружия директора, чугунного лома, Лоран освободил голову рыцаря. Она, как и тело, была ужасно сплющена, и мозг, драгоценный мозг с неповторимыми химическими и электрическими процессами, не подлежал ремонту. А это означало, что рыцаря воскресить не удастся. Если собрать такого же в точности робота, заложить в него те же программы, он все равно будет другим. Доблестный рыцарь печального образа, Дон Кихот Ламанческий, покинул земную юдоль навеки. И такая великая скорбь овладела оруженосцем, что не сразу он пришел в себя. Не сразу увидел склонившуюся над мертвым роботом психу. От ее красоты у Лорена захватила дух и восхищение на миг отогнало тоску, которая, он знал, никогда не оставит его окончательно. А принцесса устремила на него лучистый взгляд. И в ту же секунду родилась любовь. Любовь мужчины и девы, которую даже самая изощренная технология никогда не научится воспроизводить. Они смотрели друг на друга, и внезапно их руки соприкоснулись. Но об их новых приключениях в мире, что заждался спасения и возрождения, равно как и о деяниях храброго крысоробота Рэнди и доблестного механического коня Рассенанта, рассказано будет уже в другой повести. Субтитры создавал DimaTorzok